Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл, и здесь мы говорим о часах. И мы продолжаем изучать линейку Edifice, и сегодня у нас на обзоре часы, вышедшие в 2018 году, но до сих пор пользующиеся большой популярностью Casio ERA-110D-2A. Корпус у нас массивный, из нержавеющей стали, бока отполированы, а верх у нас в основном матовый. Задняя крышка винтовая, на четырех винтах матовая, и тут у нас огромное количество информации, функции часов, материалы, водонепроницаемость, название кнопок, серийный номер, страна сборки, информация о модуле. И хочу отметить, что водонепроницаемость 10 атмосфер, это значит, что в часах можно даже плавать, естественно принимать душ, мыть руки, главное не нажимать на кнопки под водой. Стекло минеральное, плоское, практически не выпирает над уровнем корпуса, но совсем чуть-чуть выше безеля, совсем чуть-чуть, но это не должно вас смущать, стекло закалено, защищено от царапин, поэтому за стекло можете не переживать. А под стеклом видим синий циферблат с двумя электронными табло, с огромными часовой и минутной стрелками, со светонакопителем, естественно, огромные риски. Сам синий циферблат достаточно интересный, многим он напоминает автомобильный руль, во-первых, вот эти карбоновые, якобы карбоновые вставки между рисками, то есть элемент дизайна, это не настоящий карбон, но тем не менее, карбоновые вставки, плюс вот это перекладина по центру циферблата от 3 до 9 часов, и плюс расширенные риски на как раз 3 и 9 часах, которые напоминают кнопки на автомобильном руле, в общем, всё это делает такую общую картину, ну да, есть какие-то схожие моменты с автомобильным рулём, но я бы так, на первый взгляд, даже об этом и не подумал. Что касается электронных табло, то в левом у нас, как мы видим, отчитываются секунды, в правом дублируется стрелочное время. Кстати, на этих часах можно сделать так, чтобы временем показывалось разное, на стрелках одно, а электронное время было абсолютно другое. Также, по нажатию левой верхней кнопки мы можем сделать так, чтобы здесь показывалась у нас дата, месяц, число и день недели. По циферблатам у нас скрывается калибр 54.79, точность хода плюс-минус 30 секунд в месяц, и питается он батарейки 20-25, что примечательно, срок службы этой батарейки 10 лет. Да, мы видим это и на циферблате, эту надпись. Здесь в часах нету режима сильного энергопотребления, поэтому, если вы не злоупотребляете функциями часов, а именно секундомером, таймером, будильником, то эти часы вам могут прослужить до 10 лет без замены батарейки, что, конечно, очень удобно. Идеальный вариант для тех, кто не хочет переплачивать за солнечный аккумулятор, но при этом и не хочет раз в 2-3 года ходить в сервисы, менять батарейку. У часов также есть ряд интересных функций. Первая функция это телезапись, здесь можно записывать до 30 телефонных номеров с именами, очень интересная функция, но, наверное, для тех, кто боится, что у него разрядится телефон, и в крайней чрезвычайной ситуации ему нужно будет вспомнить телефон кого-то из родственников или знакомых, и он у него будет под рукой в часах. Далее функция мирового времени, где мы можем посмотреть время в одном из часовых поясов. Далее функция будильника. Будильника в часах 3, наверное, вы уже это поняли по вот этой надписи. Один из будильников у нас с переносом времени, то есть будет звучать через каждые 5 минут, а два обычных. Также в этом режиме можно настроить почасовой сигнал, начало каждого часа будет сопровождаться коротким звуковым сигналом. Таймер обратного отсчета, наличие этой функции также было понятно, это здесь и указано. Так вот можем задать промежуток вплоть до 24 часов, и с точностью до 1 секунды у нас будет измерять таймер. Посмотрите, часы, минуты, секунды, в любой момент можем остановить или сбросить. Конечно, функция, да, после использования каждой функции нас будет отбрасывать в режим текущего времени. Следующая функция это секундомер, точность измерения 1 сотая секунды, вплоть до 24 часов мы можем замерять время, установка, сброс. Также здесь есть сплит функция, если вы, например, бегаете кругами. Ну и, наконец, последний функционал часов, это ручное корректирование аналоговых стрелок, мы можем вручную их поменять, они никак не привязаны к электронному времени, как во многих Casio. Здесь отдельно настраиваются стрелки, отдельно цифровое время, но по умолчанию они совпадают, но вы можете здесь сделать, как я уже говорил, два разных часовых пояса. И вот если функционал часов действительно порадовал, то светонакопитель немного огорчил, только на часовой минутной стрелках он и, к сожалению, ну совсем невозможно понять в кромешной тьме, который сейчас час. Даже хотя бы помеченная 12-часовая риска уже в корне меняла бы положение. А вот так что будет выглядеть на руке, да, габариты великоваты для моего запястья, 52 миллиметра высота, 47,5 ширина. Ну а толщина 14,2, часы очень толстые, причем плоские, не выпуклые и толщина прямо ощущается на все 14,2. Что касается браслета, то у нас выполнят также из нержавейки, поверхность частично матовая, частично полировано. Место крепления браслета и корпуса, здесь у нас ширина 26 миллиметров, далее он сужается, переходит в раскладывающуюся застежку с фирменной надписью Edifice и фиксаторами. Вес часов 175 граммов, они очень увесистые и ощущаются на руке. Часы могут стать хорошим каждодневным помощником, ведь здесь у нас под рукой куча функций, точный, надежный механизм, долговечная батарея и большой, хорошо читаемый циферблат. Подводя итог, отмечу, что у модели, безусловно, есть ряд преимуществ. Это, конечно, интересный дизайн циферблата, вкупе с материалами, браслет, у нас здесь литые звенья, вообще качественно все выполнено, и браслет, и корпус. Также плюс, это, конечно, функционал часов и, безусловно, долгоиграющая батарея, одна из основных фишек данной модели, десятилетняя. Но, все-таки, недостатки для меня важнее, я бы эту модель себе не рассматривал для покупки, я объясню почему. Ну, самый главный недостаток, это, конечно, габаритный корпус, для моего запястья великоват, и, безусловно, еще и толщина. Посмотрите, про что я говорил, корпус толстый, а при этом браслет, кажется, ну, как будто бы прикрепили от другой модели. То есть, такие габаритные корпуса, их покупают, скорее всего, люди с большими запястьями, но, что странно, здесь Casio браслет пожалел и сделал всего лишь 19 сантиметров, хотя нужно было, ну, как минимум, 21 делать под такой корпус. Не знаю, с чем это связано, но вот они решили так. Также хочу отметить маленькие инверсивные циферблаты, не сказал бы, что это максимально удобно, но они просто синего цвета, они сливаются с цветом всего циферблата, и иногда информацию этих экранчиков очень сложно считать, тем более в темноте или тем более в солнечный день. Кстати, что касается света, то и светонакопитель здесь подкачал только лишь на стрелках, на рисках его нет, и поэтому в темноте также информацию сложно считывать. Но, в целом, конечно, если у вас запястье не больше 19 сантиметров, если вам эта модель понравилась, то, безусловно, можете брать, Casio это всегда качество и надежность, сама модель неплохая, поэтому можете рассмотреть ее к покупке. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте ее в комментариях под видео. Также, если вам оно понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну а на этом все, всем пока!